Фёдор Венеславский с нами на прямой связи, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», также член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Фёдор, здравствуйте. Вечер, добрый, слава Украине. Героям слава, Фёдор. Давайте начнём с выступления президента Украины на Совбезе ООН, на заседании Совбеза ООН. Какие впечатления остались у вас? Удалось ли ему донести главную мысль? Какой была эта главная мысль, по вашему мнению? Президент сегодня озвучил то, о чём мы говорили с первых дней войны, и даже ещё раньше до войны, когда Российская Федерация осуществила агрессию в 2014 году, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН. Она фактически нарушила все принципы международного права, которые закреплены этим уставом этой организации, уставом ООН. Она, во-первых, сделала попытку аннексии части территории Украины, развязала агрессивную войну. И с 2014 года, и особенно в 2021 году, Россия фактически ещё очень существенное нарушение устава ООН допустила, а именно она, постоянно концентрируя свои войска возле территории Украины, на границах с Украиной, она угрожала применением силы, и об этом фактически открыто говорила. Неприменение силы угрозы силой является также одним из ключевых принципов деятельности ООН. И сегодня президент озвучил то, о чём мы говорили в первые дни войны, более широкомасштабной, полномасштабной, 24 февраля, а именно, что страна, Россия, в уставе ООН вообще не фигурирует. В уставе ООН есть Советский Союз как постоянный член Совета Безопасности ООН, а такой страны, как Россия, ни в составе участников ООН, ни в составе, тем более, Совета Безопасности, вообще нет. Она отсутствует. То есть фактически Российская Федерация... Фёдор, извините, я вас тут же хочу перебить. Это очень интересная тема, чтобы вы дальше не перескочили куда-то ещё. Вот я хотел бы здесь поставить точку с запятой и попросить вас всё-таки сказать, а что дальше-то? Это действительно, мы все помним выступление нашего украинского представителя с трибуны ООН, когда он обращался к залу и сказал, ну-ка, напомните мне, кто-нибудь из здесь присутствующих помнит, чтобы его страна участвовала в голосовании за то, чтобы вместо Советского Союза принять в ООН Российскую Федерацию. Не было такого. Тогда ещё, кстати, была не Российская Федерация, а ещё РСФСР. Это был распад СССР 25 декабря 1991 года. До РФ ещё было почти два года впереди. Так вот, дальше что-то будет украинская дипломатия предпринимать для того, чтобы ставить вопрос о возврате к рассмотрению этого вопроса, о легитимности членства Российской Федерации в ООН? Вот именно вы сейчас чётко очень сказали о легитимности членства и о самовольном присвоении себе статуса постоянного члена Совета Безопасности. Украина, вне всякого сомнения, и ставит, и будет ставить свои вопросы. Это мы обсуждаем и на уровне парламента. И соответствующие инициативы мы согласуем с постоянным представителем Украины в ООН господином Кислицей. Мы с ним этот вопрос очень часто и очень детально обсуждали. Украина ставит и будет продолжать ставить вопрос о том, чтобы прекратить необоснованное членство Российской Федерации и в ООН, и в Совете Безопасности ООН. То есть мы не должны говорить об исключении, потому что Россия на сегодняшний день до юры не является членом этой организации. Поэтому она сама себе присвоила это право, и мы должны вопрос поставить о том, чтобы страны признали, что Россия является нелегитимным членом и нелегитимным участником Совета Безопасности ООН. Это одна из главных задач нашей дипломатии. Вот скажите, насколько мы понимаем, этот вопрос уже сегодня выносят на заседание Совбеза ООН, потому что инициаторами выступили Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Насколько вероятно то, что все-таки придут к этому решению сегодня? Ну, знаете, с точки зрения юридического анализа у меня вообще нету никаких аргументов. Если бы я был, скажем так, защитником позиции, что Российская Федерация имеет право на членство ООН и на членство Совбезе, у меня нету юридических аргументов на такую позицию. В международном праве правоприемственность государств вообще не действует. То есть когда развалилась Югославия, я хочу такой аналогический кейс привести, когда развалилась Югославия, в результате было по тем странам, которые на месте Югославии возникли, конкретные решения о приеме их в состав ООН. По России такого вообще не было, поэтому я думаю, что юридически есть все основания для того, чтобы признать Российскую Федерацию как страну, которая самопроизвольно, самостоятельно присвоилась себе, не принадлежащая ей права, вопреки всем нормам международного права. Федор, все-таки справедливости разе мы, наверное, должны признать, что тогда в декабре 1991 года была иная ситуация, тогда страны Запада, США, Великобритания, Франция, входившие в Совет Безопасности и другие, скажем так, неядерные державы, но уже де-факто обладавшие статусом великих держав, я прежде всего имею в виду Германию, ну, они тогда просто по умолчанию, они не стали поднимать этот вопрос, они считали, что все, победа в холодной войне достигнута, и они держат Бога за бороду. Но когда постоянный член Совета Безопасности совершает те злодеяния, которые сегодня, вчера, позавчера увидел весь мир, когда страна, которая обвиняет, вопреки очевидным для всех нормальных стран доказательством в совершенных преступлениях другую страну, и говорит, что это инсценировка, причем на заседании Совета Безопасности ООН, то я думаю, что это является четкими сигналами того, что эта организация уже, либо она должна избавиться от чужеродного тела, которая не может быть, не может иметь права вета на злодеяния, которые она сама совершает, для того, чтобы их хотя бы озвучить и каким-то образом актуализировать. Поэтому я думаю, что у нас сегодня уникальный шанс, что страны немножко по-иному отнесутся к России. Для этого нужно, чтобы они были, чтобы у них было достаточно политической воли. Вот знаете, как Штайнмайер сказал, что я давеча, обратили внимание наверняка на его заявление, что вот я жалею о том, что я занимал такую позицию в прошлом, что я был неправ, я не предполагал, что Россия так себя в дальнейшем будет вести, и дойдет дело вот до такого. Ну, наверное, что нужно, чтобы представители других держав вот так же по Штайнмайеровски себя повели. Я думаю, что, знаете, в любом случае этот вопрос будет решаться не Советом Безопасности, а Генеральной Ассамблеей ОООН. И там, конечно же, нужно то большинство, которое позволит признать, что Российская Федерация является нелегитимным и самоприсвоившим себе субъектом эта организация. Дальше, я думаю, все станет на свои места. Посмотрим. Есть, конечно, симпатики Российской Федерации, есть страны-сателлиты Российской Федерации, но тем не менее, после вот этих... Ну, мы помним результаты голосования по поводу Украины, да? Шесть там всего, включая Россию, проголосовало против, и еще несколько было воздержавшихся. Я думаю, после того, как весь мир увидел чудовищные преступления российских нелюдей на территории Украины, ситуация даже в их восприятии России и реальности может существенно измениться. Поэтому я думаю, что у нас сегодня уникальный шанс увидеть либо изменение системы коллективной безопасности глобальной, которым должна быть ООН, либо ее переформатирование, ее фактически... Скажем так, если ООН не избавится от этого чудовищного режима российского и российской страны в составе хотя бы постоянного члена Совета Безопасности, то это, на мое убеждение, абсолютно правильно сказал президент, будет означать крушение полностью всей системы международной безопасности, которая возникла после Второй мировой войны. Потому что она не смогла выполнить свою главную функцию. В центре Европы в 21 веке мы имеем чудовищные преступления, совершаемые одним из последних силенов Совета Безопасности ООН. Вот тут картина очень понятна. Фёдор, позвольте мне вопрос на совершенно другую тему. Знаете, вот я просто хочу поделиться с вами некоторыми тревогами, которые вот есть лично у меня, и, может быть, вы меня разубедите в этом, а может быть и нет. Вот вам не кажется, что вот сейчас, в последние дни, у нас в обществе появились, ну, не то чтобы шапкозакидательские настроения, но чуть больше оптимизма, чем нужно. Вот потому что освободились Киевскую область, освободили северные пригороды Киева, города, спутники, вот где случилась эта чудовищная трагедия. Агрессоры ушли из Житомирской области, восстановили контроль над украинско-российской границей в Сумской области. Ну, и можно дальше перечислять. Но вот уже я слышу голоса, всё, мы победили, мы возвращаемся в Киев, в Киеве возобновляется нормальная жизнь. Вот не торопим ли мы события? Во-первых, конечно, говорить о том, что возобновляется нормальная жизнь, в то время, когда Россия использует террористические методы введения войны и фактически запугивания мирного населения вот этими своими ракетными ударами, которые наносятся с территории, которые не, ну, вне территории Украины, с территории, с территории Черного моря, с Белоруссии, мы не можем быть спокойными ни в одном городе и не можем быть уверены, что сегодня ночью не прилетит ракета. Большинство из них системы ПВО, конечно же, сбивают, но, тем не менее, у нас нет, скажем так, стопроцентной уверенности, что очередные ракеты не поразят какие-то мирные объекты на территории Киева либо иных городов, которые сейчас являются свободными и будут свободными от расистов в будущем. Но, тем не менее, я не могу гарантировать и не исключаю ситуации, когда российские войска могут быть перегруппированы и опять избрать своей целью тот же Киев, хотя линия обороны и система обороны, благодаря командованию обороны Киева, генералу Сырскому и главнокомандующему Залужному Валерию, очень сильно мощная, но, тем не менее, скажем так, нельзя быть уверенным, что мы не получим очередные какие-то обстрелы, в том числе Киева. Поэтому я думаю, что оптимизм – это то, что точно нужно нам, потому что благодаря, в том числе, оптимизму и единению, и, наверное, злости, и, я даже не знаю, как это правильно чувство назвать, после недавних событий в пригородах Киева, решимости бить до конца этих тварей, мы все равно должны понимать, что война еще не окончена, и что у Российской Федерации есть очень большой запас прочности, к сожалению. Я имею в виду прочности в людском ресурсе, который они не жалеют, прочности в техническом оснащении своих вооруженных сил, и мы в ближайшее время видим, что они намереваются атаковать Луганскую, Донецкую область, Харьковскую область, расширять свои поздармы на юге Украины, поэтому, конечно же, мы не можем сейчас быть спокойными, чтобы война закончилась. Но, тем не менее, оптимизм я поддерживаю, потому что, знаете, очень мы ощущаем такую решимость и оптимизм после того, как наши войска освободили Киевскую, Житомирскую, Черниговскую область практически, и, как вы правильно сказали, в Шумской области есть существенное продвижение, но, тем не менее, мы имеем и Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Николаевскую области, которые пребывают в театре боевых действий, тем более, автономную республику Крым, которую мы тоже должны помнить всегда, что мы ее вернем в состав Украины. Короче, нужно постараться, чтобы не возникло ни у кого головокружения от успехов. Сто процентов. Головокружения не должно быть. Успехи есть, и это очень большая заслуга наших вооруженных сил, но угроза не миновала. И тем более, мы понимаем, с кем мы имеем дело, мы понимаем психологическое состояние и вот этих тварей, и тех, кто отдает приказ, таких же тварей. Поэтому, ну, будем бить их до конца, пока мы полностью не очищем нашу землю. Пока что рано еще радоваться. И поводов для того, чтобы мы успокоились и вернулись к мирной жизни, к сожалению, еще нет. Ну что ж, спасибо большое. Федор Венеславский был с нами на прямой связи в эфире. Народный депутат, член Комитета по обороне и безопасности Верховной Рады Украины.